Всем привет! С вами Антон, на канале Антон Фриланс. Сегодня я хочу вам рассказать интересную информацию по поводу Южной Кореи. Потому что я смотрю сейчас, очень многим интересует эта поездка в Южную Корею, чтобы заработать деньги. Действительно, да, я согласен, в связи с кризисом платят там хорошо по сравнению с Россией. То есть в Южной Корее человек зарабатывает минимум, ну, если округлить 100 долларов в день, это очень хорошие деньги, тем более для России, это почти 6 и более тысяч рублей в день. Такие деньги в России, я думаю, сейчас очень трудно заработать, практически невозможно, если ты там не имеешь каких-то сверхспособностей или свой хорошо развивающийся бизнес. Вот, поэтому, хочу сказать, значит, что, так, ну, давайте начнем. Как вообще, как приехать в Южную Корею? Значит, и как приехать, если ты ни разу там не был и ничего не знаешь, как вообще туда доехать? Ну, во-первых, сразу скажу, вы ищите информацию о работе в соцсетях. Сейчас об этом пишут многие, те, кто постоянно живут в Корее, всякие разные агентства и посредники, которые на этом зарабатывают. Вот. Можно найти информацию в соцсети Одноклассники, ВКонтакте, в Фейсбуке есть, я вот там сам лично видел информацию. Вот. И, в принципе, вот эти три основных соцсети. Может быть, это еще есть. Вот. В принципе, как говорится, дядюшка Гугл вам поможет. Вот. Значит, допустим, нашли вы какую-то компанию или какую-то фирму, которая приглашает вас туда, они, как правило, берут за эту комиссию. Комиссия составляет примерно там 2-3 рабочих дня. Вот. Ну, смотри, как договоритесь. Оплатить можно частями. Например, сумму какую-то, может быть, сразу по приезду там чуть-чуть, и остальное в течение там, как вы отработаете там, заработаете какую-то сумму денег. Вот. Ну, в принципе, договориться можно, в принципе, я думаю, со всеми. Вот. Ну, так же, в принципе, если вы очень смелый и самоотверженный человек, можете вообще проехать самостоятельно, ничего не боясь, потому что, как говорится, приедет в Корею, главное проехать, приехать в Корею, пройти границу, что сейчас достаточно сложно это сделать стало. Потому что большой наплыв иммигрантов разных приезжает на заработки. Не только с Россией, а вообще со всего мира, с таких, ну, как говорится, стран третьего мира. Вот. Тем более, у них скоро будут Олимпийские игры, вот, и поэтому мы сейчас это ужесточили. Требования по приезду в Корею. Вот. Но об этом я тоже вам расскажу. Так вот, значит, вот, допустим, вы нашли контакт, собрались, значит, вам нужно купить билеты. Билеты надо обязательно купить в две стороны, туда и обратно. Вот. Вот. Можете покупать сразу билеты на даты, чтобы там, в Корее, пробыть ровно два месяца. Потому что русским, ну, я не знаю, как в других странах, но русским дают бесплатный штамп на два месяца. Это такая, типа, бесплатная виза. Вот. Такая договоренность в России. Вот. Поэтому купили билеты туда-обратно, что, кстати, хорошо, когда берете чартер туда-обратно, дешевле выходит. Вот. И едете, значит, там уже у вас, если вы там, допустим, договорились с какой-то компанией, как правило, они встречают в аэропорту и отвозят на место работы. Вот. Или говорят подробно, как вам доехать туда. Вот. Значит, какая бывает работа в Южной Корее? В общем, работа очень много разная. В основном это подработки такие, как, ну, в общем, как гастарбайтеры, в принципе. То есть корейцы, они дают такую работу, на которую сами не хотят работать. Вот. То есть это всякая разная черная работа, там, типа, уборка мусора, уборка, там, всяких, там, на полях, фрукты, овощи, там, вот, или садить что-то, в общем, или на стройке убирать мусор, или, там, складывать что-то. В общем, в принципе, работа, которая не нужна большого ума, одним словом. Вот. Вот. Как правило, корейцы сами работают на каких-то должностях, за это они получают в два раза больше, чем на такой работе, как вам предлагают. Вот. Поэтому вот так вот обстоят дела. Ну, а работа есть, это, во-первых, поля. Поля, вот, уборка всяких фруктов, овощей, ну, там, в общем, сбор, всякого-всякого на полей. На полях, вот. Это достаточно трудная работа, очень сильно спина устаёт, то есть нужно физически хорошо быть подготовленным, вот, и, в общем-то, морально тоже сильным. Вот. Потом есть работа на фабриках, заводах, вот. Туда, в принципе, в основном берут с рабочей визой, но можно устроиться без рабочей визы, вот, но, как правило, туда устраиваться лучше сразу, как вы приезжаете, потому что туда обычно берут где-то минимум на два месяца и выше, потому что, чтобы вы там привыкли к этой работе уже, и постоянно, как говорится, работали, выполняя одну и ту же работу. Им это выгодно так, когда человек уже знает, что делать. Вот. Поэтому так вот. Плюс такая работа на заводах, это то, что заводы обычно предлагают работникам жильё и питание, то есть вы экономите в разы, вот, но за это они вырезают зарплату. То есть, если сравнить на Арбайте, зарплата в среднем в день 100 тысяч вон, то на заводе дается, ну, от 50, там, где-то до, если хорошо, то до 80 тысяч вон. Вот. Но если вы нашли работу на заводе, там, 80-90 тысяч, смело езжайте, потому что, ну, это выгодно, потому что вы экономите на жилье, на питании. Вот. Потому что работа на Арбайте, это, наверное, через биржу труда самостоятельно, вам всё равно приходится где-то жить, снимать квартиру, соответственно, впитаться самому. А бывает ещё так, что дни такие, когда могут не дать работу, соответственно, у вас идёт в минус день, вы не работаете, вы тратите деньги на еду, вот, и на всякие нужды. Вот. Поэтому нужно смотреть, какая работа. Так вот. Далее. Есть работа на стройке. Вот. На стройке могут платить хорошо. Вот. Тоже разные объекты, смотря, какие объекты, какая компания. Вот. На стройках платят около 100 тысяч. Вот. Бывает, зарплаты доходят до 120-130 тысяч вон в день. Вот. Это в зависимости от того, там, если есть переработка, потому что в Корее считается рабочий день где-то с 6-7 утра и до 6 вечера. Остальная переработка идёт за дополнительную оплату. Тоже имейте в виду, потому что не всегда об этом говорят и могут, как говорится, умолчать и, соответственно, себе на лапу получать ваши деньги. Вот. Ну вот эти основные такие работы, в общем, хотя есть ещё разные работы в отелях для семей, и там уборка территории, там, и на заводах кому-то помогать, там, с электрикой, там, вот, или там что-то перевозить, что-то разгружать. Там, там, на, ну, в общем, работа совершенно-совершенно любая, разная, разная-разная, разносторонняя, что, наверное, всё и не перечислить. Вот. Да даже, может, я и не всё знаю, потому что я работал, ездил в Корее только один раз. Вот. И я ж не везде был-то. Вот. Где-то что-то ещё, из чего я, может, и не знаю. Так вот. Да, кстати, ко мне сразу хочу сказать, можете не спрашивать, как я могу устроить вас в Корею, потому что я не агентство, я не агент, я на этом не зарабатываю. Я обычно простой русский парень, такой же, как и вы. Вот. Так же просто приехал в Корею на заработки, вот. Ну, сейчас просто обладаю какой-то информацией, с которой я могу с вами поделиться. Вот. Чтобы вы, как говорится, не напоролись на что-то, чтобы у вас, как говорится, были знания, потому что знания – это сила. Вот. Что ещё хочу сказать о Южной Корее? Вот. Значит, сейчас обстановка обстоит так, что очень многих разворачивают в Южной Корее и не впускают туда. Вот, кстати, недавно моего друга, лучшего Сурена, не пустили в Корею. Вот. Вот. Поэтому такие дела. Вот. Очень-очень обидно, потому что он летел из Санкт-Петербурга почти через всю Россию, Азию и не пустили. Вот. То есть это большая потеря денег на авиабилет. Вот. На авиабилеты даже туда и обратно. Вот. Поэтому, что хочу вам сказать, чтобы вам пройти границу, ну, я даже не знаю. Во-первых, нужно обладать информацией и вестись очень уверенно и смело, вот, потому что они тоже не дураки, они смотрят, кто приехал, допустим. Кто приехал нам чисто поработать на заработки, того могут и не пустить. Вот. А кто приехал отдохнуть нам с деньгами, как туристам, посмотреть Корею, вот. Того, конечно, пустят. Почему бы и нет? Страна открытая же, это же не Северная Корея, как закрыта от многих. Так что, вот так вот. Ну, что еще хочу сказать? Значит, по прилету на границе Южной Кореи вы заполняете желтую карточку, вот, где вы заполняете свои данные, причину приезда, сколько у вас денег, где вы размещаетесь. Вот. Поэтому заранее подготовьте эту информацию, вот, заранее узнайте, в каком отеле вы хотите разместиться. То есть нужно знать точный адрес, телефон, может быть, даже имя какого-то менеджера, вот, потому что это в карточке надо обязательно написать. Потом нужно иметь какую-то сумму денег, и самое главное, выглядеть очень красиво, опрятно, достаточно богато, чтобы было видно, что вы турист с деньгами, вот. Приехали посмотреть Южную Корею, допустим, город Сеул, вот, приехали, как говорится, первый раз, возьмите там какой-нибудь, там, может, фотоаппарат повесьте на шею, там, или видеокамеру, там, вот. И если вас будут спрашивать, вы говорите, да, я приехал как турист посмотреть Корею, хочу отдохнуть, погулять по паркам, там, в общем, по городу, там, вот, хочу туда-сюда сходить. Вот, немножко почитайте историю Кореи, там, историю Сеула, куда сходить, чтобы посмотреть, вот, чтобы не заподозрили, что вы едете просто на заработки как работник. Вот, так что, вот так вот. Ну, и желаю вам, как говорится, удачи, чтобы вы обязательно, если вы приехали, прошли границу, там еще берут отпечаток пальца, по-моему, вот. Так, о том, что еще хочу сказать. Если, кстати, если у вас есть возможности, деньги, то лучше, я думаю, у себя в стране, у себя в городе найти посольство Южной Кореи и сделать туристическую визу на три месяца. Потому что, мне кажется, если у вас в паспорте уже будет стоять туристическая виза, то у вас больше шансов, что вас пустят в Южную Корею. Вот, ну и, конечно, билет обратно. Вот, лучше не подделывать, наверное, билет, потому что они могут, наверное, проверить, попали ли я или как-то еще. Вот, еще вот, кстати, у меня был случай, у меня друг, вот, я же сам в Таиланде живу, в Паттайе, вот, уже 4 года, вот, и вот у меня друг Дима, он, значит, поезда тоже на заработки, его, кстати, пустили. Но, что интересно, что вот в Бангкоке, в аэропорту его заставили купить билет обратно. Вот, то есть, видимо, такое идет распоряжение в Южной Корее, чтобы люди, которые летят к ним, чтобы те страны там проверяли, если у них билет обратно, чтобы, ну, они там не задерживались. Потому что сейчас в Южной Корее большой напункт эмигрантов, многие, понимая, что хорошие деньги, хорошо можно заработать, остаются в Южной Корее как нелегалы, уже без визы. Вот, вот, например, у меня есть друг еще Никита, тоже мы с ним здесь в Таиланде жили, общались, вот, вот он один раз съездил туда, приехал, хорошо заработал и еще раз поехал, вот, и остался там уже как нелегал, уже живет там почти полгода. Вот, вот, и таких людей очень много сейчас в Южной Корее, которые остаются, живут, и не только из России, из всяких стран, СНГ ближайших, ну, от России там, типа Казахстана, вот. Так что вот такие дела обстоят в Южной Корее. Что еще хочу сказать? Ну, расскажу, где я работал. Вот, значит, я, изначально я приехал работать на морской капусте на острове, вот, меня разместили в семью, вот, обещали платить по контракту 2 миллиона вон в месяц, вот. Вот, и, когда размещают вас в семью, вот, как правило, они кормят вас, дают где спать. Вот, это, конечно, выгодно, но зарплата достаточно маленькая, то есть, если 2 миллиона разделить на месяц, то в день получается вы зарабатываете примерно где-то там 60-70 тысяч, вот. Вот, и работа очень тяжелая, могу сказать, то есть, я лично попал на очень сильно тяжелую работу, это нужно было даже переработка по времени была, и условия труда были тяжелые, особенно, когда мы не выезжали в море, в холод, за этой морской капустой, срывали ее, доставали там, ну, с одна, срывали, она скользкая, слизкая, там, вообще ее вот так вот вправит, она у тебя зимка падает, там, у нас даже одна девять девчонок, с которой мы работали, она аж подскользнулась, и выпала за борт этого катера корабля, вот, что, в общем-то, очень опасно, вот, и я, на самом деле, честно вам скажу, я смог продержаться на такой работе только где-то 4 дня, и все, я не смог, потому что, помимо того, что тяжелая работа была физически и морально было очень тяжело, потому что корейцы, как правило, вот, они хорошие люди, вот, ну, люди разные, вот, на меня кричали, орали, вот, и я не выдержал такого набора, чисто морально, вот, и в этот момент я еще смотрел информацию, я нашел работу как раз в тот момент в клинике, на это... А, как мне сказать сейчас... Ну, в общем, чтобы опыты лекарства были разные, вот, и на волонтера такого, да, я, кстати, хорошая работа была, я остался, у меня взяли, вот, прошел там анализы все сдал хорошо, вот, ну, может быть, если вам интересно, я об этом вам тоже запишу, видео расскажу, хотя уже можно найти у меня на канале видео, где я там в этом госпитале рассказываю, вот, можете сзади посмотреть, и если такое интересно, то можно в таком варианте тоже работать, если устроитесь, повезет, вот, то есть я лежал в этой больнице всего 7 дней, и мне за эти 7 дней заплатили полтора миллиона, вот, это очень хорошие деньги, потому что ты, в принципе, ничего не делаешь, там сидишь вообще в кровати, тебя кормят, там поят, ну, сдаешь им кровь, там, принимаешь лекарства, там, ну, это чуть-чуть, как бы, там, побочных эффектов ни у кого не было, все чувствуешься отлично, вот, то есть вот такой вариант. Так что я, в общем, нашел эту работу, вот, и в этот момент я уже понял, что я морально не выдержу работать в этой семье на этой морской капусте, и я им сказал, что я все плохо чувствую и хочу уехать, вот, вот, корейцы, они, как правда, деньгам, они не обманывают, они четко платят, мне вот выплатили за эти 4 дня, которые отработал, вот, и на эти деньги я уехал в Сеул, вот, и там, в общем, попал вот на эти медицинские исследования, вот, что, в принципе, очень рад этому, вот, ну, а параллельно я общался там с людьми, которые познакомился, общался с которыми там уже давно работают, вот, узнал, что есть такой арбайты в каждом городе по несколько арбайтов, что, в общем-то, можно работать и на арбайте, вот, поэтому я после больницы, я стал искать эти арбайты, вот, мне посоветовали, что в Сеуле есть на станции, в общем, есть русский район тоже, если вот вы приехали, кстати, в Корею, не знаете вообще, где найти работу, вот, вы можете поехать в Сеул, спросить здесь район русский, где живут русские, там, ну, не только русские, и граждане с ближайшего зарубежья СНГ, вот, и там походить, поспрашивать, где есть работу, потому что, вот, я так же ходил, поспрашивал, и вот, мне очень повезло, я познакомился с одним парнем, он даже был не русский, вот, казах, и он мне показал, где есть арбайт хороший, даже это было не в самом Сеуле, а мы поехали на метро, потом на автобусе, ехали где-то два с половиной часа, вот, город Сиасан, и нет, там еще был другой город, но я не помню название, но если вам интересно, у меня есть точка на карте, я думаю, я, это, короче, думаю, да, сейчас звонок параллельный, но ничего, видео идет, я думаю, отклоню запись, короче говоря, в общем, постараюсь найти эту точку, размещу под видео, вот, где находятся эти арбайты, вот, ну, и если вы заработаете, потом можете мне, там, на счет выслать какой-то процентик, что, для развития, как говорится, моего канала, и новостей, и так далее, ну, так что, такие дела, значит, что еще хочу сказать по Южной Корее, в общем, на Арбате будете работать, платят сразу в день, в конце рабочего дня, вот, квартиру можно найти, в принципе, также пообщавшись в русском районе, со знакомыми, или на Арбате, с кем вы там познакомитесь, и можно вместе параллельно снимать, скидываться там, с квартиры, примерно, стоит около, там, десяти тысяч рублей в месяц, ну, это я имею в виду, если с кем-то скомпоноваться, там, два-три человека скидываться, вот, так, что еще хочу сказать, в принципе, цены, цены между Кореей достаточно высокие, конечно, но не так, чтобы сильно высокие, в принципе, если вы зарабатываете, там, где-то на Арбате, или еще где-то, то есть, этих денег будет вам хватать и на жилье, и на питание, и еще откладывать, чтобы потом с этими деньгами уехать, потом, где хранить деньги, в принципе, я узнал, можно, есть банк, и банк, может, один-два, где вы можете, как гражданин России, открыть счет в банке, и деньги туда, туда перекладывать, вот, ну, и все, и потом просто снять их, там, по приезду в Россию, или, или, перед тем, как вы будете уезжать, и скорее в Россию снять, и наличкой увезти, вот, так, что, вот, деньги можете поменять, там, на доллары, на евро, чтобы не такие большие купюры были, там, пачки денег, вот, кстати, могу вам сказать, я даже вот посчитал, выгодно было мне поменять воны на евро, и эти евро продать в Таиланде, то есть я даже на этом еще и заработал на курсе, потому что, может, вы тоже сможете так заработать, вот, что еще хочу сказать, значит, по Южно-Корее, ну, наверное, самое основное, я все сказал, вот, если что-то вспомню, еще запишу в видео, если у вас какие-то были вопросы, или есть вопросы, да, вы задавайте мне, пишите, вот, и я отвечу на ваши вопросы, так что все, всего хорошего вам, желаю вам удачи, чтобы вы, как говорится, прошли границу, приехали в Корею, заработали нужную вам сумму денег, вот, и купили то, что вы хотите, потому что деньги, это всего лишь средство от осуществления нашей мечты, вот, особо не нужно на них зацикливаться, вот, так что так вот, желаю вам хорошо заработать, желаю вам духовного просветления, а также, вот, повысить свои вибрации, и что очень важно, от чего мы сюда пришли, это валюты души, не зацикливайтесь вы сильно на заработки, и на все материальные, потому что это все всего лишь иллюзия, вот, хотя она, конечно, нам нужна, чтобы существовать здесь, но это не главное, вот, если вы будете, как говорится, жить сердцем, душой своей, а не головой особенно, то у вас все, как говорится, двери будут открыты, и вы добьете всего, что хотите, и даже Корея, это не так супер важно, есть вещи и важнее в вашей жизни, вот, так что вот так вот, желаю вам удачи, всего хорошего вам, пока.